Подлёдный клёв. В Подмосковье проходит турнир по зимней рыбалке. Условия состязания просты, наловить как можно больше за три часа. Участники знают, чтобы вытащить рыбку из пруда, нужен не только труд, но и везение. За уловом отправился и Сергей Куропов. Со стороны они похожи на роту солдат, но камуфляж скорее для тепла. Полторы сотни рыбаков увидели друг друга издалека и собрались вместе, чтобы в честном спортивном споре выявить самого лучшего. Мы их не рекламируем, они сами вдруг через дно передают, в основном сейчас через интернет. Ну и так сарафанное радио, потому что рыбаки, они такой достаточно сплочённый народ. Сигнальная ракета и турнир стартует. Времени даётся три часа. Участник имеет право просверлить две лунки. При этом каждый улов должен быть сразу же зафиксирован судьёй. Арбитры строгие и беспристрастны. Обмануть их не удастся. Чтобы не было, не привозили, не доставали из ящиков какую-то левую рыбу, а чтобы всё было честно и справедливо. Главные цели рыбаков – это плотвичка, карасики, окунь. Но рассказывают, что здесь можно поймать и крупную рыбу, судака или даже щуку. Вот только пока ни у кого не получается. Кстати, среди участников не только рыбаки, но и рыбачки. У меня отец рыбак, поэтому с детства как-то берёт с собой. Поэтому просто интересно. Природа, свежий воздух. На успех влияет выбор мормышки, толщина лески, подкормка. Но главное, конечно, фортуна. Вот этому рыбаку явно повезло. Он достаёт из-подо льда одну рыбу за другой. Как удаётся ловить рыбу? Честно? Да, сам не знал. Везение, везение. Просто везение, да? Другим везёт меньше. Наша съёмочная группа так ничего и не поймала. Впрочем, свежей ухой после окончания турнира угостили всех, вне зависимости от результатов. Она вкуснее же, да? Конечно, конечно. У неё всё присутствует. Сергей Куробов, Лея Кузьмин, Пётр Шмельков. Вести Москва.